Не проходите мимо. Сколько людей поднимают монетки на улице и кому эта мелочь может спасти жизнь? Об этом народная экономика. Здравствуйте, но сначала новости. Почти 800 санаторий в следующем году будут принимать по бесплатным путевкам льготников. Тех, кто не отказался от социального пакета. Список здравниц утвержден в Минздрав соцразвития, равно как цена одного дня лечения. 828 рублей 50 копеек. Для инвалидов с заболеваниями спинного мозга больше 1296 рублей. Куда обращаться за путевкой, стоит уточнить в своем местном органе соцзащиты. Возможно, прямо там оформят нужные бумаги. В следующем году уже 20 регионов примут на себя соответствующие полномочия от Фонда социального страхования. Ну а в остальных субъектах Федерации путевки по-прежнему оформляют в подразделениях фонда. Для граждан собственно разница только в самом месте подачи заявки. Очередность при выделении средств на путевку по единым правилам. И еще. Для тех, кто хочет отдохнуть за деньги, если в те же санатории, определенные Минздравом, а полный список есть на сайте, обратиться напрямую, путевка будет стоить дешевле, чем у посредников и турагентов. Ну а на интернет-странице Центробанка можно узнать, где в столице не стоит менять валюту на рубли. 31 незаконный обменный пункт выявили эксперты во время проверок. Информация уже в правоохранительных органах, поскольку эти обменники работают как бы сами по себе. Без лицензии Банка России. Хотя с 1 октября только подразделения кредитных организаций имеют право оказывать подобные финансовые услуги. При этом операционные кассы, как их теперь называют, должны находиться в капитальном здании, а на стенде иметь информацию о банке, в том числе контактные телефоны, а также перечень предоставляемых услуг. Правда, в некоторых таких пунктах, кроме обмена, по-прежнему ничем не занимаются. Из предписанных дополнительных операций разве что оплата мобильного телефона. Банки, имеющие такие отделения, рискуют попасть под санкции, вплоть до запрета менять деньги. Даже лень наклоняться. Большинство из нас, судя по последним опросам, пройдет мимо оброненной кем-то монетки. Если 5 или вот новые 10 рублей все-таки вызывают интерес, все остальное – мелочь, не заслуживающее внимания. От нее и в кошельках стараются поскорее избавиться. Не выбросить, конечно, хотя встречаются и такие варианты, а потратить. Впрочем, самые мелкие деньги для этого не годятся. Поиди, найди, где возьмут по копейке или по пять. И вот их, можно сказать, копят. А точнее, просто складывают дома. Любители фэншуи вообще разбрасывают по углам. Говорят, к большим деньгам. Хотя, куда уж больше. Одних копеек в стране на миллионы. То, что деньги любят счет, знают даже дети. Но не все взрослые находят время считать. Продавщица Любовь Ивановна деньги выбрасывает. Объясняет. Копейки для магазина – не выручка. Гроша ломаного не стоит. С монетами не мелочаться. Фасуют по черным пакетам и на помойку. Наталья наоборот. Копейки собирает. Друзей прохожих просит проверить карманы. Нет ли ненужных монет. Для девушки и ее коллег из благотворительного фонда важна каждая копейка. Это деньги на операции больным детям. Мы решили, что все понемножку мелочью мы сможем собрать средства и прооперировать хотя бы одного ребеночка по нашей программе. Но программа наша, которую мы проводим уже третий раз и будем проводить, показала, что не одного ребеночка можно прооперировать, а много детей. За прошлую акцию мы собрали больше миллиона рублей мелочи. Судьба копейки так противоречива, потому что расплачиваться мелочью все сложнее. Копеечный пассажир в маршрутке, клиент недорогой и нежеланный. Я не принимаю, ты куда я? Кто у вас это не принимает? В кассе. Не просто с мелочью и в магазине. Будто не копейки за душой. А что вы такие деньги не пригодите? Девушка, возьмите, я вот так даю. Не принимать копейки продавцы не имеют права, напоминают юристы. Данное действие является незаконным, потому что копейки являются частью рубля и, соответственно, составляют его нарицательную стоимость. А рубль – это у нас официальная валюта Российской Федерации, на основе которой производятся все платежи. И даже если копейку перестанут чеканить, а есть такая идея в Центробанке, все, что уже на руках, платежную силу не потеряют. Речь идет о том, что к сегодняшнему дню количество однокопеечных монет, которые находятся сейчас в обращении, уже достаточно, по нашему мнению, для того, чтобы обеспечить расчеты, которые требуют этого номинала. В Центробанке советуют использовать мелочь в ее экономической среде. То есть там, где цены с копейками, платить той же монетой. Там, где в рублях – не мелочиться. Накопившиеся – приносить в банк и переводить на свой счет. Пристроить можно даже те копейки, которые остались после оплаты коммунальных платежей через терминалы. Сдачу мелочью они не выдают, но можно пополнить счет мобильного телефона. Настойчиво избавляясь от мелочи, можно упустить клад, который был в собственном кармане. В гости обычных монет есть шанс найти 50 копеек, которые были выпущены Московским монетным двором в 2001 году. За ними буквально охотятся нумизматы. Монета редкая, и продать ее можно аж за 30 тысяч рублей. Наталья Юрьева, Сергей Григорян, Карина Авдолян, Михаил Новицкий, Первый канал. Субтитры создавал DimaTorzok